Мы живем в эпоху российского киберпанка. У нас очень много очень крутых технологий. Лучший финтех в мире в России, отличная сотовая связь. И при этом чудовищная бедность, авторитаризм и уровень развития политической культуры меньше, чем в большинстве африканских стран. Маргарита Симоньян, одна из самых главных пропагандисток, недавно хвасталась в Твиттере, что в ее родном Краснодаре можно оплатить проезд в трамвае с помощью Apple Pay. И это правда. Вот, мол, мы такая технологическая держава. Только она забыла при этом сказать о том, что этот трамвай с Apple Pay гниет и вот-вот развалится прямо на ходу. И так во всем. Это отличная иллюстрация к тому, что вообще в целом происходит в нашей стране. Яндекс тестирует беспилотные такси с суперсвременной технологией. Но только у нас нет нормальных дорог, по которым это такси могло бы ездить. Смартфоны, скоростной интернет, бесконтактные платежи облегчают нам жизнь. Но они не могут решить наши базовые проблемы. Не могут накормить, не могут вместо чиновников отремонтировать тротуар, не могут избавить нас от коррупции, не могут добавить в жизнь справедливости. И вот такая же история с электронным голосованием, построенным на блокчейне, по последнему слову технике. Все на современных технологиях. Сейчас электронное голосование впервые будет на практике тестироваться на выборах в России, на выборах в Московскую городскую думу по трем округам. И вот как это устроено сейчас, это будет первый шаг к катастрофе. Идейный вдохновитель и куратор этого проекта Алексей Венедиктов говорит, теперь участвовать в выборах будет проще простого. Ты значит заходишь с газусом, извиняюсь, в туалет и там голосуешь. Электронное голосование вообще говорят, да, это очень удобно и да, оно успешно используется в ряде европейских стран. Но там телега не поставлена впереди лошади, там дом не начинают строить с крыши. Там есть честные выборы, отработанный общественный институт. А потом уже их начинают делать лучше. В России же выборам не доверяет никто и за дело. Если сделать их электронными, честнее они от этого не станут. Нельзя технологией заменить функционирование государственного института. У нас сейчас горожан, которые требуют честных выборов, бьют на улице палками какие-то люди в масках. А потом им говорят, зато вы теперь можете на смартфоне проголосовать. Нет, так не пойдет. Нам сначала нужны честные выборы, чтобы до этих выборов допускали кандидатов, чтобы были независимые суды, куда можно пожаловаться на нарушения, чтобы правила игры были одинаковые для всех, чтобы подсчет голосов проходил честно. И вот потом уже можно будет и об электронном голосовании подумать. Потом уже его вводите или не вводите. Это, кстати, уже будет не так важно. И это уже люди смогут решать, надо им это или нет. А то, как происходит сейчас, это журнчество и профанация. Достаточно только одного момента. Электронное голосование будет проходить на сайте МОСРУ, который, вот это совпадение, является официальным сайтом мэрии Москвы и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. И этот главный московский единоросс не просто сам позирует на этом сайте во всех ракурсах, он еще делает это вместе с кандидатами от мэрии. Что они сейчас перед выборами? Господи, открывают спортивные площадки, школы, детские сады, перерезают ленточки. И вот на одном и том же сайте будет сразу электронное голосование и агитация за самовыдвиженцев от мэрии, на самом деле, единороссов. При этом то электронное голосование, которое они предлагают вести, никто не сможет проконтролировать. И никто из них, ни Венедиктов, ни никто другой даже не может объяснить публично, а как, собственно говоря, с этим голосованием будут работать наблюдатели. Они только обещают, что наблюдатели смогут удостовериться, что записанный в блокчейн голос надежно зашифрован, и его невозможно никак изменить. Но этого же недостаточно. Голосовал ли человек добровольно? Не был ли голос куплен? Вообще, сам он голосовал или за него это сделал начальник? Правильно ли был голос засчитан? И даже если все голоса всех людей были правильно засчитаны, не появились ли там еще чьи-то голоса? Электронное голосование в том виде, как предлагает его Алексей Венедиктов и Департамент информационных технологий города Москвы, не может этого гарантировать. Издание Медуза приводит отличную аналогию. Наблюдателям предлагают только удостовериться, что ящик с бюллетенями надежно опечатан, не спрашивая, как эти бюллетени туда попали и сколько их там. Как будет выглядеть электронное голосование от мэрии Москвы уже сейчас, можно понять, потому как мэрия и Венедиктов реагируют на критику своих провалов. У них же тестирование за тестированием. Все ломалось и ничего не получалось. Но самая показательная история была вот какая. Мэрия, чтобы доказать, что голосование пройдет хорошо и честно, решила как бы подразнить хакеров. Взломайте наш сайт, взломайте наше голосование, если сможете. Это вполне легитимный способ проверки защищенности информационных ресурсов. Но вот только известный французский криптограф Пьерик Гадри сказал, вызов принят и взломал шифрованное интернет-голосование от мэрии Москвы совершенно успешно, легко и быстро. Там использовались ключи на 256 бит, это недостаточно при современных вычислительных мощностях. И Гадри хватило 20 минут для того, чтобы расшифровать данное голосование. Алексей Венедиктов на это жутко обиделся. Но только он почему-то обиделся не на мэрию Москвы, не на ее криворуких программистов, не на департамент информационных технологий, а на издание «Медуза» и на этого самого Пьерика Гадри. Судя по всему, Венедиктов, который выступает фронтменом, который публично защищает и продвигает электронное голосование, просто не понял, что произошло. Он просто технологию не понимает. И поэтому он не понял, что это был тест. И с ним успешно справились. Показали, что нынешнее электронное голосование ненадежно. Мэрия после произошедшего заменила систему шифрования. Но факт остается фактом. Та система, которая тестировалась, ее реально было взломать уже сейчас. Вполне возможно, это же будет из новой системы. Но ее защитники как бы не обращают на это внимания, потому что их главная цель – протолкнуть систему электронного голосования, подменив обсуждение полностью провалившихся нечестных выборов обсуждением того, что там происходит с технологиями. В тех странах, в которых электронное голосование применяется успешно, все шло совсем иначе. Самым успешным примером является Эстония, где действительно до четверти избирателей на выборах в Ри и Кугу в парламент голосуют через интернет. И там, в Эстонии, сделаны огромные шаги для того, чтобы именно в первую очередь электронное голосование оказалось не хуже бумажного, ни в одном аспекте. Ну, например, есть такая реальная вещь в бумажном голосовании – начальство давит. Тебя вызывают к начальнику, единороссу, и он говорит – проголосуй у меня на глазах. В Эстонии никаких единороссов нет. Но, тем не менее, там предусмотрели защиту. Ты можешь проголосовать сколько угодно раз, и засчитается последний голос. Поэтому ты проголосуешь на глазах у начальника так, как ему надо, поставишь крестик, потом он уйдет и поставишь крестик, как тебе хочется. И много-много других маленьких таких штучек, которые именно направлены на то, чтобы электронное голосование было ничем не хуже бумажного. Естественно, опубликован открытый код системы голосования, и хакеры, просто энтузиасты могут тестировать и видеть, что там нет так называемых закладок, что там нету каких-то ошибок просто в программном коде, что все будет правильно посчитано. Еще одна важная вещь в огромном количестве стран – это дублирование электронного голосования бумажным. Когда ты голосуешь электронно, ты можешь оставить у себя некий квиточек, бумажную квитанцию, которая подтвердит потом, как ты на самом деле проголосовал, если будет необходимость в пересчете голосов. Например, это закон в Америке. Да, там есть так называемые «watching machines» – электронные киоски, где ты голосуешь, выбирая кнопочку на экране. Но в обязательном порядке остается бумажный след, и таким образом не обязательно доверять блокчейну. Если возникает необходимость в пересчете голосов, то она проводится по бумажным квиточкам, которые остаются и в избирательной комиссии, и у самого избирателя. И это защищает от вбросов. Предлагаемая Московская система этого не делает. Это очень важный фактор. Например, Конституционный суд Германии еще в 2013 году постановил, что никакая система электронного голосования без бумажного дублирования не может внедряться. Не потому что электронное голосование ненадежно. Надежно. Но потому что пересчет и проверка должна производиться на бумажных бюллетенях. Потому что только так можно сделать ее прозрачной и доступной для наблюдателей, для суда, для любых инстанций, для общества, которым нужно будет проверить, насколько голоса отданы и посчитаны правильно и корректно. То есть тут есть много тонких нюансов и наработанные, в общем-то, истории, как положительного, так и отрицательного опыта в мире за последние годы. Но мэрия Москвы и Алексей Венедиктов и Департамент информационной технологии все это просто игнорируют. Резюмирую. Внедрение электронного голосования – это очень необходимая и важная вещь, которой, да, нужно будет заниматься. Но, как говорится, дорого ложка к обеду. Мэрия пытается сейчас выбрать цвет крыши, в то время как у них дом горит. Без честных выборов. Да, без вот этих вот скучных выборов, где бумажки засовывают в ящики, а потом считают у всех на виду. Без отработки технологий честных выборов. Без того, чтобы мы их провели хотя бы три раза подряд, не меняя правила игры по одним и тем же правилам. Без этого не может быть никакого интернет-голосования, когда у нас правила переписываются на ходу, а доверия к выборам – нет. Поэтому мы сейчас говорим об этой проблеме. Понимаете, вот этот эксперимент, пилотный проект на выборах в Мосгордуму – это для них только первый шаг. Если мы сейчас не будем об этом говорить, то к выборам в Госдуму через два года мы придем к тому, что вообще никаких наблюдателей уже готовить будет не нужно. Им незачем будет наблюдать. Кто-то где-то нажмет на какие-то кнопки, и результат будет просто объявлен. Жулики из ЦИКа смогут фальсифицировать выборы, не вставая из-за компьютера. И никто не сможет показать переписанный протокол или видеозапись вброса бюллетеней, потому что не будет никаких бюллетеней. Элла Памфилова у себя в кабинете проценты будет печатать. Нужно делать все, чтобы этого не допустить. Ну а пока у нас есть еще шанс контролировать честность выборов, пока венедиктовское жульничество не распространилось, как раковая опухоль по всей Москве, регистрируйтесь с наблюдателями в Москве и Петербурге. Переходите на сайт «Умного голосования». Наблюдайте и голосуйте умно. Вместе мы сможем выгнать единороссов из каждого региона, победить их, вернуть себе честные выборы, а потом уже делать их современными и электронными.